Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Анна Кочкина, основатель салона «Флюкс-Оптика» и клиники здорового зрения. Прекрасная девушка. И очень энергичный, неравнодушный человек. Что, собственно говоря, и в том числе стала причиной приглашения Анны ко мне в программу, потому что кроме того статуса, в котором я ее представил, у нее еще много-много-много различных занятий в жизни, о которых мы сегодня и поговорим, о тех делах, которыми вы занимаетесь, и которые вас, Анна, занимают. Добрый день. Добрый день, друзья. С чего начать? Ну, давайте начнем с непосредственно профессионального. Как правильно называется? Оптический бизнес? Можно так сказать, можно сказать офтальмологический, потому что сейчас мы уже больше в статусе офтальмологии. То есть вообще наша сфера делится на такие два больших лагеря. Это оптометрия и офтальмология. Офтальмологией в основном занимаются врачи. Это касается заболеваний глаз, да, такой глубокой полной диагностики. А вот самой коррекцией зрения занимаются не офтальмологи в основном, а оптометристы. То есть это другое направление. То есть здесь уже математика, физика, биология. То есть те, кто подбирает очки, линзы, вот это все компонуют. Там больше уже, да, физики, нежели медицины, но, конечно же, и то, и другое присутствует. Сколько лет? Сколько лет вот этой вот, мне кажется, там, когда произносишь Анны Кочкиной, люкс оптика, это где-то такое, как будто всегда с нами было. Сколько, на самом деле, лет посвящено этому? Ну, мы первый свой салон открыли в 2003 году. Поэтому 15 марта нам было 20 лет, и это, конечно, как-то так неожиданно все прошло все это время. И вот сейчас понимаешь, насколько вообще вся жизнь изменилась, потому что, когда мы открывались, нас было 5 человек, да, это один был коллектив. Через какое-то время стало 10, ну, ты еще там знал, кого как зовут, кого как мужа зовут, как собаку зовут, грубо говоря, где дети учатся. Да, а потом уже у тебя в компании 20 человек, да, это такой небольшой переход. Уже про собаку точно не знаешь, у кого зовут. Потом у тебя мы... Ну, каждый год как-то так выходило, по одному салону открывали. А как пришли к этому? Мы... И специфическая же такая салонная история. Да, мы... Изначально мы занимались сонсочительными очками, и как-то так одни и те же производители, поставщики, поэтому вышли на оптику, решили попробовать. Причем, когда мы начинали, да, мы думали, чем бы нам лучше заниматься, все-таки аптеку открыть или оптику. И выбор впал на оптику, потому что мы подумали, что не в аптеке надо получать лицензию, мы не будем получать. Это сложно. Потом, как оказалось, в оптике две лицензии, но мы уже туда зашли. Вот. Ну, постепенно, постепенно. Надо сказать, что, конечно, 2003 год это был такой достаточно легкий вход. Сейчас я вот не то, что сочувствую нынешнему поколению, но очень сложно чего-то добиться, потому что даже мы вот такие вроде опытные, знаем много чего, да. Что произошло за 20 лет? Ну, все-таки раньше были ниши свободные. Любую. Если ты прям такой, у тебя есть цель, у тебя есть видение, да, у тебя есть желание работать головой и руками, как говорится, и много, ты бы, ну, ты много мог бы добиться. А сейчас... Сейчас сложнее? Сложнее, конечно, сложнее. Даже нам, вот с нашим опытом, какое-то новое направление, это так непросто дается. А, 20 лет. И вы так и не завершили. Сколько сейчас сотрудников-то? А, сейчас... 5, 10, 20, а сейчас... Да, сейчас мы подходим, вот такой прямо рубеж, это 120 сотрудников. Это такое число, когда, знаете, там, я не помню, кто автор этой теории, да. Да, 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 по какой-то из теорий это переход на совсем другой уровень. Да, когда ты уже каждого сотрудника не знаешь, уже не можешь в поле своего ума держать, да, о каждом думать, то есть это такой переход достаточно. Ну, каждый был переход непростой, от 10 к 20 непросто, от 20 к 40 непросто. Сейчас уже все-таки вообще другие методы управления, и тут, конечно, важна команда, и команда наша все. Потому что если ты хочешь быть такой саморазвивающейся компанией, расти постоянно, то в первую очередь ты должен... Сотрудники твои должны саморазвиваться, да, и себе развивать и смену, и такая система дублей. И это такой непростая задача, на самом деле, и сложность, наверное, больше в развитии стоит именно в команде. Что 20 лет мотивирует этим заниматься? С учетом всех сложностей, с учетом всех просто, ну, каких-то, мне кажется, на эти 20 лет выпали совершенно... Я не знаю, все, что можно было случиться, что называется, случилось. Кризисы валютные, значит, санкционные все эти режимы, ну, все, что... Пандемия. Что вас движет 20 лет с такой энергичностью? Откуда? Ну, на самом деле, мне кажется, все, кто такого моего возраста, они... Кто свою юность провел в 90-е годы, мне кажется, вообще ничего не страшного после этого. Ну, как привыкли выживать, так и выживают? Ну, мне кажется, каждый кризис, это наоборот, ты там учишься на своих ошибках, что-то там понимаешь, да, каждая сложность. Ну, вообще, на чем мы растем? Только на сложностях, только на проблемах мы вырастаем, не боимся дальше идти, вообще ничего не страшного, мне кажется. Впереди столько всего прекрасного. Слушайте, я так поделюсь, я достаточно давно разговаривал с одним своим знакомым, он говорит, слушай, вот эти все кризисы, все эти сложности, я, говорит, приехал однажды к бабушке, к своей глухой деревне, в которой живет, а она, говорит, читает газеты, до сих пор смотрит телевизор, она, говорит, посмотрела на меня, сказала, сынок, войны нет, уже хорошо, все остальное справимся. Поэтому 20 лет, слушайте, я прям зацепился за эту цифру, потому что, мне кажется, с точки зрения розничной торговли, в которой, да, вот сконцентрировано сначала все было, и потом трансформация в, ну, как это, сферу услуг уже, наверное, назвать, да, это же не просто, или это уже медицина. Ну, медицинские услуги, да. Это уже медицинские услуги. Как происходит вот эта внутренняя трансформация? Это только ответ на запрос рынка, или это внутреннее состояние, когда ты уже даешь не просто, ну, какое-то, там, техническое решение, ну, и, ну, то есть, как, вот внутри, что, внутри как это движение происходило? Ну, наверное, оттуда и энергия, потому что у нас такой бизнес очень интересный. Да, у нас тут и медицина, связь медицины, новых технологий, и красота, мода, фэшн, то есть мы на медицинские конференции постоянно бываем, ездим, да, я всегда на всех обучениях бываю, 100% обязательно, чтобы быть в курсе всего. И, опять же, присутствие на всех оптических выставках, то есть это тоже интересно, то есть мы и в Милане, и в Париже были на самых таких крупных международных выставках. И, понятно, это тоже тебя всегда заводит, мотивирует, из каждой командировки приезжаешь, скипы идей, на тебя сотрудники смотрят. Да-да, все, все готовы, все поняли, что легко нам не будет. Как в той фразе, да, если начальник сказал, что у него появилась отличная идея, значит, у сотрудников появилось много работы. Да, примерно. Про медицинскую тогда составляющую. Вот смотрите, ну, бытует же мнение, что частная медицина, ну, про частную медицину в частности, да, что, ну, такая, это все-таки сфера достаточно специфичная с точки зрения того, что, чтобы заработать, надо что-то найти. И вот здесь те самые фразы, что здоровых нет, есть плохо обследованные, да-да-да, и вот это все. Какой, ну, опять же, мне, почему вот я задаю эти вопросы, мне интересно и важно понять вот это внутреннее ваше отношение, да, как вы относитесь к этому. Приходит человек и говорит, что у меня все хорошо, зрение хорошее, проверили, я пошел дальше. А вы ему говорите, нет, вам надо бы задуматься вот над тем, что вам нужны очки. Вот как внутри вот это отношение к себе вы формируете? Что здесь первично? Бизнес, клиент, как это складывается? Сложный вопрос. Сложный вопрос, да. Ну, во-первых, мы у себя разделяем. Пациент, он у нас в кабинете врача-пациент. Когда он выходит из кабинета врача, все-таки он уже становится клиентом, и это немного другое отношение. Но я всегда, и наши все врачи знают, что мы всегда за то, чтобы работать в парадигме доказательной медицины. И чем хороша оптика, то есть мы всегда видим сразу же обратную связь. То есть если клиенту подобрали очки, если, допустим, в поликлинике ему подобрал врач очки, и он его увидел один раз и больше не увидел, да, клиент ушел с этим рецептом. И, ну, так бывает, что врачи, они не всегда в поликлинике специалисты именно в подборе очков. В лечении, да, молодцы, в диагностике, да. Но подбор, ну, просто другая немножко направление, поэтому, конечно же, за подбором очков, за коррекцией лучше идти сразу в оптику, потому что мы, когда к нам пациент приходит, да, в кабинете, то есть чтобы человек получил хорошие, качественные очки, в которых он будет хорошо видеть, да, без искажений, эстетически красиво они будут выглядеть. То есть здесь работа и врача, и консультанта, чтобы подобрал правильно оправу, да, потому что под минусовые линзы или под плюсовые абсолютно разные оправы нужны. Тут же и работа мастера, да, что все точно было выточено, да, от центра в центр, все, никакого дискомфорта тоже чтобы не было. То есть мы здесь работаем в комплексе, и именно поэтому выходим и видим, какие должны быть качественные очки. Если мы где-то что-то сделали не так, мы сразу же обратную связь видим и, соответственно, исправляемся. Поэтому, поэтому вот. Слушай, ну вот эта интересная формулировка в кабинете врача-пациента, когда вышел клиент, это выработанная какая-то внутри, вот тоже такая, тоже сформулированная. Ну, не без того жизнь заставляет думать, да. Но я всегда за то, что ты, когда человеку сделал хорошо, ты, когда человеку сделал хорошо, вообще есть такое понятие, что вот когда к тебе приходит клиент, ты ему сделает так, как будто у тебя сестра пришла, мама пришла, да, посоветуй ему от души, это все возвращается. Все хорошее, что мы делаем. Абсолютно верно. Поэтому никому не стоит ничего навязывать, потому что особенно такой город, когда, как наш город маленький, мы все друг друга знаем. И вот это сарафанное радио, оно как нигде здесь работает. Поэтому у нас, допустим, у нас в компании маркетинга, на самом деле, если приглядеться, практически нет. То есть мы на маркетинг тратим, ну, очень-очень-очень маленький процент, потому что... И даже проводили такой эксперимент, месяц-два ничего вообще не давали, и у нас, допустим, ну, все прекрасно в этом плане. И так продолжалось. Поэтому есть прелесть небольших городов, как у нас. Согласен. Что происходит с зрением человеческим вообще? Вот вы там 20 лет этим занимаетесь, теперь серьезно разбираетесь с профессионалами. А что? Человечество же эволюционирует постепенно, да? Понятно, что 20 лет в масштабах Вселенной срок небольшой, но, с другой стороны, там, на эти 20 лет как раз пришлись те самые... Изменения огромные. Все изменения, гаджеты. Вообще, что происходит со зрением у людей? Про детей отдельно поговорим, да, это такая тема. Вот, что скажете нашим слушателям по этому поводу? Только без страшилок. Нет страшилок, нет никаких. На самом деле, просто население... Как-то слово стареет. Слепеет? Стареет, я, наверное, бы даже не сказала бы, но мы... Продолжительность жизни у нас увеличивается, и, конечно же, мы хотим видеть хорошо и в 50 лет, и в 60 лет, и в 70. Тем более, такой возраст очень активный, да, я вот вспоминаю недавно у меня... Вчера у папы... Позавчера было у папы 71 год, и я думаю... Когда у меня бабушке было 71 год, я думала, это у меня бабуся-бабуся, а папа у меня такой, тут вот, живчик, бегает, то есть там... Все, что надо делает, да, и, соответственно, у нас такой активный возраст, он очень продлился, да, и мы в 70 лет хорошо видим видеть хорошо. А зрение у человека нерассчитанное. Да, 45 лет, ну, тут физиологически так, что хрусталик начинает немножко мутнеть. Это какой-то пороговый возраст просто. Я прочитал тогда у вас, отметил, и все, и так... Ну, это нормально, ну, ничего страшного, ничего, это хорошо, что есть, благо, сейчас такие хорошие технологии, то есть в одних очках можно и вдаль хорошо видеть, и близко, и они могут быть и красивые, и функциональные, то есть там для работы за компьютером. И тут же можно их сделать солнцезащитными, чтобы они красиво выглядели. Поэтому... Но что со зрением-то все-таки происходит? Вот эти гаджеты, вот это все, что... Не без того, конечно, влияет. А слепнем все человечество станет слепыми, и будем на ощупь ходить? Да, я думаю, вот с нашим поколением ничего сильно не меняется, мы просто будем дольше жить, будем пользоваться хорошими, красивыми очками, которых у нас будет не одна пара, а две-три, потому что в зависимости от ситуации. А вот именно с детьми тут уже ситуация немножко похуже, потому что никогда раньше не было такого количества детей близоруких. А на самом деле, когда... От степени близорукости, это же не только, насколько ты плохо видишь, а это и риски по проблемам зрения в будущем. То есть это вот когда у тебя минус шесть, да, у тебя риски от слойки сетчатки, они очень возрастают. А чем вызвано это? Ну вот как раз почему растет близорукость. Ну, во-первых, это генетика, она здесь тоже присутствует, да, очень часто у близоруких родителей рождаются дети с миопией в будущем, да, в подростковом возрасте. А второе, очень сильно влияет то, что мы перестали гулять. То есть нам очень важен глазу солнечный свет естественный, очень важен свежий воздух. Ну и, конечно, не рассчитано на то, что мы смотрим вот так вот всегда вблизи, потому что наше зрение, оно предназначено было у человечества, да, смотреть вдаль. Грубо говоря, там опасность, чтобы заметить еще там что-то, да, или добычу. И когда мы постоянно смотрим вблизь, у нас немножко зрительные оси сходятся в центре, и от этого мышцы напрягаются, и это постоянное перенапряжение ведет как раз к росту глазного яблока. Сейчас чуть-чуть вдамся в теорию, то есть глазное яблоко вытягивается, и фокус попадает через хрусталик уже не на сетчатку глаза, а перед ней. На периферию? Перед сетчаткой, да. И чем длиннее глаз, тем, значит, до сетчатки у него дальше получается. И от этого наше зрение все хуже и хуже. И на самом деле это такой замкнутый круг, потому что когда нечеткое изображение попадает в глаз, в мозг, от этого коллагены определенные вырабатываются, и они еще сильнее растягивают это яблоко глазное. И как раз вот в подростковый период это часто бывает, чаще с 10 до 18 лет, то есть когда организм растет, и, соответственно, глаз растет, и вот до 18 лет наши дети вот эту миопию, близорукость приобретают, и все. И многие родители думают, что, ну, ничего страшного, там, сейчас делают операции. Ну, во-первых, операцию можно сделать только после 18 лет, и риски-то никуда не уходят. То есть вот эти отслойка сетчатки из-за вот этого растяжения глаза. Ну, вот у меня вопрос, да, многие ведь же считают, что сейчас делают операции, восстанавливают зрение. У меня есть знакомые, которые там всю жизнь и очки не носили, и зрение там было не очень хорошее. Сейчас сделали операцию, все идет прекрасно, довольны и счастливы, думают, что раньше. Зачем это действительно панация какая-то, или что это, или зачем носить очки, если можно сделать операцию? Очень хорошо, что сейчас можно сделать операцию. На самом деле это здорово, особенно, ну, если у тебя нет никаких других сопутствующих заболеваний, да. Допустим, у тебя есть только вот миопия, минус 3, минус 4, там, минус 5, к примеру, да. А ведь еще, знаете, как и бывает проблема, допустим, бинокулярного нарушения зрения. То есть левый глаз видит хорошо, правый глаз видит хорошо, вместе они не дружат, то есть зрение двоится. И операция, она тебе ничего хорошего, ну, как бы не принесет облегчения, потому что все равно у тебя бинокулярная система нарушена. А бывает это потому, когда, допустим, с детства не носят очки. Ну, не только от этого, но один из факторов, что когда нужны были очки в детстве носить, когда у нас зрение формируется, ну, то есть, да, мы же мозгом видим. Упущен был момент, появляется такое скрытое косоглазие, допустим, и вот человек, он не видит, он и в очках может плохо видеть, да, но очки там есть специальные, которые это двоение нивелируют. А операцию сделали, и бывает такое, что не всегда люди довольны. Еще бывает, знаете, такое, что врачи сами, я не знаю ни одного офтальмолога, который бы себе сделал такую операцию. Причем очень многие офтальмологи, на самом деле, кто идет в офтальмологе? Люди с плохим зрением. И, не знаю, на процентах 80 моих знакомых офтальмологов, они все в очках. Никто себе не делает операцию. И даже те, которые работают в клиниках, они подписывают договор очень часто, что я обязуюсь ходить в контактных линзах на работу, чтобы меня пациенты не спрашивали. Потому что все равно определенные риски есть, и первые годы, да, ты будешь видеть хорошо без очков, но потом, когда уже с возрастом, все равно очки наденешь. То есть это тоже есть, но я за операцию, если у тебя минус 4... Понятно, в чем разница между очками и линзами? Ну, так уж, чтобы поразбираться. Ну, в линзах, конечно же, комфортнее. То есть она прямо близко к глазу, да. Тебе в очках в чем фишка? Ты, чтобы посмотреть что-то четко увидеть, ты должен смотреть, если тебе нужно влево посмотреть, ты не просто взгляд влево, да, в край линзы перевозишь, в край очков, а тебе нужно всю голову повернуть. Когда ты за рулем, конечно же, в линзах будет комфортнее и удобнее. Но тут такой момент, что не все могут носить контактные линзы. Почему? Потому что раньше линзы были не очень хорошего качества в плане кислородопроницаемости. То есть были линзы полугодового ношения, то есть можно было полгода носить линзы. Понятно, что они были не супер качества, и многие люди, носившие их, еще и перенашивавшие их, то есть себе заработали проблему, они вообще, они даже хорошие линзы сейчас не могут носить. А сейчас появились линзы четвертого поколения, то есть это очень хорошая кислородопроницаемость, там модуль упругости, все в них, все в них идеально, то есть носи и радуйся. Такие линзы, конечно, идеально. А самый идеальный вариант – это однодневные линзы. Утром надел свеженькую пару линз, вечером снял, выбросил, то есть она всегда чистая, всегда идеально хорошая, без отложений, без всего. И на самом деле, может быть, немного дороже выходит их использование, но ты, допустим, не пошел на работу в этот день, в субботу, да, а ты ходишь дома в очках, то есть тебе не надо на них тратиться, на эти линзы. То есть такой комбинированный сон. Часто вас спрашивают, что лучше – очки или линзы? Есть ли ответ на этот вопрос? Большинство очкариков, я думаю, что комбинируют. Очень многих есть. И линзы, и… И так, и так. Да, но есть сложность, допустим, почему женщин, использующих контактные линзы, ну, раза в два больше, чем мужчин, потому что все-таки мы так как-то привыкли со своими глазами манипулировать, да, и нам, ну, не просто, ой, несложно эту линзу в глаз поставить, да. У мужчин, некоторые мужчины так смешно, они приходят каждое утро к нашим врачам поставить, чтобы наш врач чем утром поставил линзу. И идут на работу, ну, вечером сами снимают. То есть, ну, смешно, но есть у некоторых сложности. Слушайте, ну, вот тогда задам вопрос, потому что мы с вами разговаривали об этом, ну, вот есть, ну, правила там личной гигиены, есть правила там ухода за зубами, да, за телом, за здоровьем. А что с глазами? Какие, там, сейчас же принято заботиться о здоровье, вот эти все правильные жизненные траектории. Что с глазами? Раз в год, раз в полгода, раз в два года? Конечно, раз в год. Ну, кто же пойдет раз в год проверять? Да, мы такие не очень так о себе заботимся. Ну, а как правильно, как делать? На что обращать внимание? На что у детей обращать внимание? У детей обязательно раз в год. Если взрослые могут там как-то этим пренебречь, то детям, конечно же, обязательно надо раз в год зрение проверять, потому что, во-первых, оно, если ребенок родился с не очень хорошим зрением, то он, в принципе, не понимает, как можно хорошо видеть, да, и он не может оценить, хорошо ли он видит, да, только уже когда со сверстниками себя начинают сравнивать. Если у него падает зрение в течение, там, ну, в семь, в десять лет, допустим, начинает падать, оно падает постепенно. То есть то же самое, ребенок не замечает, что оно ухудшается. В тот момент, когда он заметил, он, первая его мысль, я маме не скажу, потому что она у меня сразу же заберет телефон, и он молчит, а зрение падает. И очень часто к нам приходят на прием уже со зрением минус два, когда уже реально ребенок с доски не видит, когда он там где-то табло не видит, где-то еще что-то не может различить. И, конечно, и это минус два у него уже останется. Все. То есть мы ничем уже не можем помочь, ничем вернуть. Как бы вот он уже с этим зрением будет жить. Раз в год? Минимум раз в год, да. С какого возраста? Ну, я думаю, с семи лет точно. Ну, по правилам, да, то есть там в три месяца, в шесть месяцев проверяют, в годик детей, в три года, и следующий прием вот в семь лет. Обязательно в семь лет, конечно же, приходить. Ну, причем я рекомендую, конечно, приходить в частные клиники. Почему? Потому что у нас есть оборудование. Оборудование такое, которое помогает выявить, продиагностировать начинающиеся нарушения именно вот там, когда на самой-самой-самой ранней стадии. А проблема в чем бывает еще? В школах проходят вот эти экспресс-диагностики. То есть там пришел ребенок, да, невозможно за одну-две минуты оценить физически, никак невозможно, тем более начинающиеся. У меня мой сын пришел, у них было профосмотр, он забыл дома очки. А у него гиперметропия, то есть у него плюс полтора. Он, в принципе, вдаль хорошо видит, близь плохо, ну, так. И его посмотрели, говорят, все, молодец, иди. Он говорит, у меня плохое зрение. Они говорят, иди, мальчик, иди. Он говорит, у меня мама в оптике работает, я просто очки забыла. Он говорит, все, все, иди уже, мальчик, иди, не ври. Все, мы тебе справку написали, все хорошо. Да, то есть такой момент, и самое-то плохое в том, что родители уверены, что у ребенка это все хорошо. И они не идут, они говорят, нас же проверили в школе, у нас все хорошо. И не приходят, а приходить обязательно надо. Хорошо. На что обращать внимание? Вот, если ребенок там, ну, не говорит, сам не скажет, как понять, что у него что-то там? Ну, во-первых, часто трет глаза, как минимум, да, часто жалуются на головные боли, часто делают ошибки. Слушайте, вот это я с удивлением узнал от вас уже, когда мы там недавно общались, о том, что плохое зрение приводит к головным болям. То есть мозг напрягается, дорабатывая эти образы, из-за этого болит голова. Никогда не увязывал бы, наверное. Ну, вот тоже симптом, на который надо обращать внимание. Ну, да, потому что мы видим мозгом, да, и если через глаз приходит в мозг нечеткое изображение, особенно если один глаз, к примеру, минус один, а другой минус два, то в мозг приходят два изображения, которых надо слить в одно, в четкое. Да, и это приводит просто к такой быстрой утомляемости, потому что мозг постоянно в работе, в такой, да. И у детей как раз-то, вот, между прочим, как раз гиперактивность у детей очень часто связана, бывает, с плохим зрением, потому что они просто, у них постоянно переутомлен мозг, и еще, кроме этого, они не могут сконцентрироваться на каком-то близком объекте. Тоже, в общем, стоит обращать на это внимание. И очень часто, когда к неврологам приходят тоже дети, неврологам очень здорово, когда они дружат с офтальмологами и могут понять причину и направить к офтальмологу ребенка. Поговорим про это в продолжении. Во второй части нашей программы сейчас ненадолго прервемся. Программа «Разговор по делу». У меня в гостях Анна Кочкина, основатель салона «Флюксоптика» и клиники здорового зрения. Скоро вернемся. Возвращаемся в эфир программы «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Анна Кочкина, основатель салона «Флюксоптика» и клиники здорового зрения. Я говорил, что поговорим посерьезнее о детях, но знаю о вашем проекте, который связан со здоровьем детей в детских домах. Как вы им помогаете. Мы с вами до перерыва говорили о том, как важно заниматься гигиеной зрения, регулярным наблюдением. Что за проект социальный Анна? Как пришли к нему и что из себя представляет? Я, наверное, начну чуть издалека. Такое у нас, ну, очень много среди моих знакомых, да, людей, которые в бизнесе уже 15, 20, 30 лет. И мы, в общем-то, добились уже какого-то финансового определенного благосостояния, признания в обществе, какого-то опыта, влияния, может быть, даже, да. И что дальше? Да, хочется. Мы все люди, мы хотим все оставить за собой какой-то след. Это и в детях, конечно же, в своих, и в добрых делах, на самом деле, потому что мы живем, мы столько живем, сколько живут наши добрые дела, да. И я сама, ну, мама шестерых детей, да, и у меня двое, там, под вопросом трое, имеют проблемы со зрением, да. Я понимаю, насколько важно, на самом деле, когда ребенок хорошо видит. Потому что для ребенка хорошее зрение – это возможность развиваться полноценно, жить полноценно, заниматься таким спортом, каким ты хочешь. На уроках видеть хорошо, да. Тут добиваться каких-то результатов, много каких. И понимая, что ты можешь что-то дать людям, это даже не финансовый вопрос, да, а именно вот такая общественная деятельность, когда ты можешь оставить, ну, сделать что-то хорошее. Создаешь возможности для других. Да, да, для окружающих. И я думаю, что вот вообще такой каждый предприниматель, он по итогу к этому приходит, когда хочется отдавать. И на самом деле, как раз вот меценаты, да, то, что было там у нас в России, мне кажется, наше общество, оно готово к тому, чтобы делиться, отдавать. И вот я понимаю, что мы сильны в детстве, да, в детской офтермологии. Я понимаю, как много детей, как мы можем много сделать и для детей в интернате, в интернатах. Потому что, ну, понятно, им там какие-то средства выделяются, но это, во-первых, не своевременно. А ребенок вот не видит. У нас один из случаев, мы не буду говорить просто интернат, к которой мы приехали, у них из 46 детей. То есть мы приехали, все с оборудованием, с врачами, да, выявлено было, из 46, 23 детям нужны были очки. Только у троих из них очки были, и только у одного правильные. Понимаете? И это такая боль. А эти, ну, как бы, ведь взрослые в интернате, они просто не знают об этом. Дети тем более не знают. А они, ну, ребенок не видит, он, соответственно, не может сделать задание. Он не может, как бы, не из-за того, что он упрямый там или еще какой-то, да, он просто реально не может это сделать. И, конечно, ну, как бы, понимая это и имея своих детей, да, я вижу, как мои дети живут, да, и как живут дети там. Ну, ты, как бы, хочешь, не хочешь, ты, ну, будешь этим заниматься. На самом деле, это не столько даже какой-то финансовый вопрос. Просто, ну, это очень время, энерго, трудозатратно, потому что мы даже, вот, в детские дома к нам, вот, у нас в регионе обращаемся и говорим, давайте мы вам сделаем. Нам, как бы, ничего не надо нам, мы приезжаем сами. Ну, если очень далеко, допустим, или невозможно, мы просим к нам привезти. То есть мы все сделаем, и очки вам все передадим. То есть у меня нет никаких спонсоров. Мы это все на, как бы, исключительно личные мои деньги, ну, наши деньги, да, наши компании. Как бы, нам не надо никакие налоги там, никуда мы на льготы не подаем. Ну, просто из желания помочь, да. И не каждый директор интерната скажет, да, нам надо. Я не знаю, почему, может быть, какая-то есть установка не говорит, что надо. Ну, то есть, еще тоже в один интернат приехали, и они нам говорят, знаете, а мы на лето у детей очки забираем. Ну, я просто думаю, ну, это, как бы, они невидваты в этом, они просто не знают, да. Вот взрослый человек думает по себе, что мне очки только для того, что читать, да. А ребенку-то не только читать, ему-то вдаль смотреть надо. Постоянно уже. То есть, постоянно, да. То есть, вот даже вот такие моменты, и понятно, что мы с кем можем, с детских домов в Кирове мы работаем, и... В общем, всей душой с ними. Это у нас один из проектов вот такой по детским домам. Ну, видите какую-то обратную, ну, то есть, как оцениваете успешно? Ну, для себя все равно результаты проекта. То есть, я не про количественные сейчас даже показатели. Ну, там, я там тоже и сам, в компаниях, в которых работаем, взаимодействуем, знаешь истории детей, у которых там в чем-то жизнь изменилась после того, как им помогли, в чем-то добиться получилось. Слушайте, у меня весь кабинет в поделках детских. Поэтому я понимаю, что они хорошо стали видеть, и, в общем, это им позволяет. Да, творят. На самом деле, это здорово. На самом деле, здорово. И я бы вот тем предпринимателям, которые не знают, чем себя занять, да, как себя реализовать, ну, так вот себе бы задала вопрос, вот что... Ну, вот если ты хочешь, да, заниматься какой-то такой общественной деятельностью, что бы вот я делала, если бы мне за это не платили? Гипотетически, у меня есть миллиард рублей, мне их до конца жизни не потратить, да, чем бы я стал заниматься? Ну, я для себя понимаю, что да, вот мне это интересно, мне это важно, я понимаю, что это мне, ну, приносит дополнительную энергию, позитив такой, то есть ты понимаешь, что ты не напрасно. А как в компании? Ну, вы же там общаетесь с сотрудниками, как к коллеге относятся? С пониманием. С пониманием. Потому что, конечно же, это ложится на наши всеобщие плечи, да, ну, допустим, когда нам присылают такой видеоотзыв от ребяток из интерната, ну, во-первых, мы никогда не размещаем ничего в соцсетях, да, присылали, присылали, я говорю, ребят, давайте мы не будем пиариться, потому что мы это все-таки делаем не для пиара, а для... Я могу иногда об этом сказать для того, чтобы других людей на такой же сподвигнуть, но не для того, чтобы сказать, какие вы молодцы. Как бы это не молодцы, это нормально, на самом деле. Слушайте, абсолютно замечательный подход. Помогать другим, это нормально. Да. Анна, очень немного времени остается. Какие планы? 20 лет позади, отметили, можно уже почивать на лаврах, красота, все хорошо, меценатством занимаетесь, все, успокоились? Нет, нет, на самом деле у нас еще один из проектов нашего фонда защиты детского зрения, это как раз образовательный проект, мы занимаемся, проводим обучение для детских офтальмологов по всей России, то есть у нас в группе практически 500 офтальмологов учатся, и мы онлайн вебинары проводим, и с мая месяца начнем и оффлайн проводить, и это очень здорово. То есть по специалистам проект, да, по образовательным, и сейчас запускаем по родителям, то есть доносить, насколько это важно, заботиться о зрении детей, да, что это приведет, в общем-то, к их хорошему, яркому будущему. То есть вот эти два проекта, и один из проектов у нас, мы идем, открываемся в Москве, открываем большую современную клинику, на самом деле мы понимаем, что мы делаем, и это только первая клиника, и у нас в ближайших на два года открыть еще несколько клиник тоже в Москве. Слушайте, ну это дерзко так даже, дерзко. Ну это правильно, потому что, знаете, нет, сейчас нет серединки, ты не можешь оставаться маленьким, либо ты маленький, ты такой будучок, либо ты растешь, растешь системно, и эта система, она на самом деле так тебя подстегивает, и постоянно должен быть, ну во-первых, мы очень оцифровываемся, сейчас у нас последний год особенно, мы приводим бизнес, чтобы это была бизнес-система, чтобы она могла работать без моего участия, все по цифрам, аналитикой, это интересно. Каждый предприниматель, который бывает у меня в студии, здесь говорит о том, что он очень хочет выйти из оперативки. Я не совсем далеко. Каждый верит в то, что это получится. Нет, совсем выходить нельзя, есть такой анекдот, да, про коммерческого директора, который так хорошо отработал, что в итоге продал компанию, пока собственники уехали. Поэтому нет, конечно, мы из оперативки никуда не выйдешь, потому что надо быть всегда в теме. Будем завершать, к сожалению, время программы заканчивается, но вот я вернусь к тому, что вы сказали в начале, про то, что в 2000-х в начале было хорошо, были свободные ниши, заниматься было легче. Вот смотрите, вы взяли ниши, создаете себе сами, выходите в Москву. Но, вы знаете, мне очень приятно отметить то, как, собственно говоря, бизнес-деятельность у вас сопровождается вот это общественное и очень важное социальное, потому что то, какие возможности вы для этих ребят создаете, видеть мир, чувствовать жизнь и чувствовать себя в ней уверенно, это очень дорогого стоит. Спасибо вам и за то, что нашли время, пришли ко мне в программу, и за то, что вы делаете. Желаю вам искренне успехов и желаю, чтобы вот это видение, предпринимательское видение ниш всегда было с вами. Благодарю, Андрей Леонидович. Вам тоже успехов в вашей тоже общественной деятельности. Это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях была Анна Кочкина, основатель салона «Флюксоптик» и клиники здорового зрения. Провел программу я, Андрей Усенко. Всем до свидания. Разговор по делу